Сегодня я расскажу вам об имени Дорджа, которое никаким боком не касается имени Дорджи. Среди калмыцких имен Дорджи имя весьма известное и распространенное. Об этом имени и его разных вариантах я как-то уже писал прежде. Сегодня хочу рассказать об имени, которое очень часто путают с Дорджи, о старинном имени Дорджа. Честно признаться, я и сам прежде думал, что Дорджа это ошибка русских писарей, неверно записавших имя Дорджи. Однако это было совсем не так. В современном калмыцком языке имени этого, как кажется, уже нет. Но о том, что оно было, свидетельствует фамилии Доржинов и отчества Доржинович и Доржиновна. Такие фамилии имени и отчества, как правило, преобладают у калмыков-стариков из западных районов республики. Выходит, чаще его давали именно там. Однако по каким причинам, это делали понять пока сложно. Дорджа – имя, заимствованное нашими предками из тибетского языка, в котором оно звучит как Дарге. Дар в тибетском языке – это флаг, а Ге – это распространение, развитие. Кстати, калмыцкое слово «дарцик» – флажок, имеющее этот же корень «дар», тоже тибетского происхождения. Слово это переводится как «флаг распространения учения Будды», развития, процветания, пояснил мне Гелюнг Юнтен Ладо из Центрального Хурула. Почему же тибетское «дарге» превратилось у нас в «дарджа»? Все дело в том, что в тибетском языке письменность одна, а диалектов много. В классическом тибетском слово «дарге» будет читаться как «дарге», а в «амдоском» диалекте, на котором читали калмыцкие гелюнги «дарджа». Тибетцы провинции Амдо до сих пор так читают и говорят, а через них и все монгольские народы тоже. Известным носителем имени «дарджа» у калмыков был последний настоятель башентинского хурула лама Луузынг «дарджа», георгиевские кавалеры донских казачьих полков «дарджа» буринов и «дарджа» каюкинов. Среди тувинцев исследователь тувинского быта Вячеслав «дарджа», среди тибетцев 77-й настоятель тибетского монастыря Гаден лама Цультим-дарге. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!